Все средства массовой информации, и пишущие, и видящие, которых можно смотреть, масса критики раздается в наш адрес. К сожалению, можно признаться, часть этой критики вполне обравдана. Часть, конечно, хотелось бы как видеть, как мы хотели бы видеть, сравнивая, допустим, с нашими соседями, особенно сейчас с Белоруссией, с Россией, немножко с дальним зарубежником. Поэтому я хотел бы так буквально в двух словах вам сказать, что, наверное, представляет. Мы здесь, аудитория достаточно хорошо осведомленная, что представляет наша городская сеть маршрутная. Прекрасно знаете проблемы, которые у нас существуют. Ну и, в принципе, у каждого есть мнение о том, как выйти из этой ситуации. Единственное, что скажу, она сложилась не сегодня, эта проблема. Проблема, собственно говоря, болезнь достаточно актуальна не только для нашего города Чайни-Ургана, но, в принципе, для всей Украины. Мы до 2005 года, как вы помните, здесь достаточно аудитория хорошо знает Чайнигов, уже не первый год здесь. До 2005 года мы, собственно говоря, сдерживали, у нас был достаточно большой выпуск троллейбусов на линию. У нас в 2002-м 117 машин выходило, в 2003-м году немножко меньше. То переломный год стал 2005-й, как я хотел сказать, что резко сократилось количество выхода машин, троллейбусов на линию. Основная причина, это, конечно, вы прекрасно знаете, изношенность подвесного состава. И то, что в тот период, первая половина 2000-х годов, практически он не обновлялся. Это, собственно говоря, послужило главными критериями о том, что троллейбусы наши не могли уже обеспечить полностью. В 2005-м году поменялось руководство троллейбусного управления. Пришли новые руководители, которые в концепцию, может быть, меньше троллейбусов на линию, но более качественные. Логика в этом есть. Стало проводиться большее количество капитальных ремонтов, но сократилось количество выходящих троллейбусов на линию. Вы тоже это прекрасно помните. И здесь возникла ситуация, которая, по большому счету, ко мне, многие, может быть, журналисты того времени, которые ко мне приходили, говорят, Воронин, в чем дело? Есть желающие на этом рынке работать. Почему мы за свои деньги не можем обеспечить нормальный проезд транспорта? Почему? И вот тогда, где-то в начале 2006-го, может быть, в 2006-м году, стали появляться, вы знаете, массы у нас на маршрутах автобусы малой вместимости, газели. Пассажиры, мы не просто там работали маршрутную сеть, создавали конкретно под какого-то отдельного перевозчика. Приходили, допустим, масса обращений было, также появился первый 27-й маршрут, вы помните, также в это время, примерно чуть позже, чуть раньше, 30-й маршрут и так далее. Уже газели не вмещали, интервал движения надо было, сначала это был интервал 10 минут, потом они были переполнены, газели были забиты. Это, естественно, увеличивалось, увеличивалось количество машин. Поэтому интервал сокращался, появились уже рунты, количество троллейбусов, к сожалению. Вот это, может быть, взаимоотношение нашего коммунального транспорта, одного социального. Как бы он должен быть, любая, вот Игорь Михайлович, мы эту тему уже разбирались. Ни одна дотация не покроет проблемы. Толлейбусное управление должно зарабатывать. Должно зарабатывать себе на подвижной состав, хотя бы на зарплату. Не подвижной, а хотя бы на зарплату. И ни одна дотация, вот даже в Кривом Роге, там выходят машины, там, ну, в Кременчуке, кажется, там, условно, 29 машинок, там, даже меньше 20. Они получают дотацию чуть ли не по 1 миллиона на каждую машину. И то они не перекрывают тех расходов, которые есть в коммунальном этом предприятии. Очень затратный электротранспорт, очень затратный. Хотя, с одной стороны, электричество, но, поверьте мне, обеспечение, кто был в троллейбусном управлении, пожалуйста, посмотрите. Если интересно, у нас очень специфическое предприятие, которое требует к себе достаточно большого внимания. Это подстанция, это контактная сеть, это и техническое обслуживание подвижного предприятия, работает в трансмены. Ну, Олег Антонович здесь остановится. Поэтому, вот с этого поры, как это началась такая ситуация, которая, в принципе, она была до нашего времени. Но наше управление, по большому счету, сейчас многое. Замечания идут. Мы, в основном, стремились обеспечить интересы жителей города. Вся маршрутная сеть, как вы говорите, к нам приходили обращения от общественных организаций. У нас сейчас, практически говоря, нет два проблемных вопроса. От улицы Славуческая и улицы Коментар. Мы закрыли. Город практически, есть везде маршрутная сеть езд. Есть везде, проходят маршруты. Сейчас главное – качество обслуживания. Качество подвижного состава. Но, опять же, здесь остановится, я думаю, что Валерий Александрович остановится по цене машин, по критерии того, что сколько нужно заработать перевозчику, для подвести машину. Ну, а сейчас что? Сейчас получилась такая ситуация, когда, по большому счету, и жители города не устраивают ситуацию, и перевозчик не устраивают. Вот эта ситуация интереснейшая, когда, как сказать, два основных, как говорится, прежде всего, интереса нашей громады, и интересы перевозчиков, их двоих не устраивают. Что нужно в этом случае предпринять? Естественно, какие-то радикальные меры. Правильно? В чем причина? Радикальные меры нужно предпринять. Перевозчиков не устраивает то, что количество машин, которые, регулирующие маршруты, в центре города очень много, хотя, мне говорят, там пять машин приходят на какую-то отдельную остановку, но затем, вы сами понимаете, в Масанах или на той же Астрии, в той же Шестянке они расходятся, и там, в принципе, житель Шестянки доволен. С интервалом движения 25-го и того же 31-го маршрута. И говорят, нам уменьшить ее ни в коем разе. Ну что? Мы такой же полноценный район. Тут живут и перцы говорят, почему нам сократить интервал движения 24-го маршрута? Или ЗАС. Почему мы хотим уменьшить количество по кольцевой дороге? Мы хотим, чтобы 30-й был и 33-й маршрут. Но сейчас количество машин, они не обеспечивают того, чтобы перевозчик мог, собственно говоря, полностью обновить подвижной состав. Я не говоря уже о тарифах. Но тариф – это целый отдельный блок темы, который мы здесь, в этой аудитории, обсуждали с вами. Это целый пласт проблем. Вот обзванивая, так, перед тем, как прийти сюда, вот своим коллегам позвонил я в некоторые регионы. У нас давно уже эта гривня 25, это ушла в прошлое по троллейбусу. У нас процентов 70 на Украине, по-моему, 50. Это стабильная цена. У нас гривня 75 на автобусах в звичайном режиме. Да, кто-то говорит, там где-то есть и в Одессе. Но, поверьте мне, я был в Одессе, искал этот автобус в звичайном режиме, который ходит по гривне. Я его не найти. Да, он задекларировал, да, он есть в договоре. Но найти его очень проблематично. У нас гривня 75 на Украине нет таких тарифов. Да, где-то, может быть, в Полтаве, вы согласны, но там 20-ка ходит, концевая. Может быть, где-то в Хмельницком, опять же, в звичайном режиме. А у нас вот сегодня вышло на линию 145 автобусов, которые по гривне 75 мы вышли. 145 единиц по гривне 75. У нас сегодня по 2,50. Да, это средний. Мы немножко, вот здесь была масса критики, наш адрес по гривне по 2,50. Мы немножко, ну, где-то на полгода мы, как-то, впереди планеты всей. Ну, даже не впереди планеты. Мы где-то, может быть, четвертый или третий на Украине вышли на 2,50. Но сейчас, поверьте мне, это общепринятый тариф, который, в принципе, уже давно перешли. И стали областные, ну, миллиончики давно перешли этот тариф. А с другой стороны, вот это сейчас скажет Владимир Александрович, затраты, что в Киеве, поверьте, вы же лучше меня знаете, в Киеве цена на шины, цена на комплектующие, на подвижной состав меньше, чем у нас. Вы скажете, зарплата, ну, извините, а мы что, хотим, наши жители, наши водители хотят меньше кушать, чем там, или что, может быть, не такую достойную пищу? Ну, себестоимость складывается, но 2,50 – это уже прошедший этап. Сейчас и этот вопрос рассматривается. Я буду заканчивать. Тема очень такая объемная, чтобы своим коллегам дать, потом выслушать ваши предложения. Что мы сейчас? Это именно ситуация, когда практически никого не устраивает. Наш городской голова сделала соответствующие, были у нас и в прошлом году разговоры, довольно-таки принципиальные относительно нашего управления, относительно кадров и относительно всех. Ну, в общем, пришли к такому выводу, что надо кардинально менять направление деятельности, изменять подход совершенно к этой проблеме. Каким образом? У нас, вы знаете, есть коммунальное предприятие, талейбусное управление, которое мы можем повлиять. Согласно статье номер 7 закона про автомобильный транспорт, мы можем только найти с коммерческими структурами взаимопонимание, заставить там, приобрести условия. Мы должны баланс интересов соблюсти коммерческих предприятий и городского совета. Прописать такие условия в конкурсах, когда было бы интересно и, прежде всего, жителям города, и перевозчикам обновить подвижной состав. Мы должны в новой концепции, прежде всего, предусмотреть, сколько нужно в городе транспортных средств, чтобы они были, прежде всего, рентабельны для перевозчика и, прежде всего, в первом случае, удобны для пассажира. Для этого нужно, естественно, изменить маршрутность. Вы знаете, на многих сайтах мы разместили свою информацию о том, что сейчас мы хотим разработать концепцию оптимизации марежи мескового пассажирского транспорта. Двух слова, в чем она заключается. Мы должны посчитать, хотя бы мы и знаем, в принципе, чтобы это было официально, посчитать наши пожиропотоки. Сколько мы шерстянки везем в центр, сколько мы с мусанов, сколько мы с тех же певцов передвижения с Бобровицы, с радиозавода, в иссуществующих пассажиропотоки. По пассажиропотокам это будет вполне, как сказать, не то, что в режиме онлайн, а то можно будет посмотреть, ознакомиться с этим документом. На основании существующих этих пожиропотоков, массового передвижения, мы должны, вплоть до того, чтобы вот так, в такой аудитории, кто заинтересован, просписать концепцию, кто оптимальность, какого подвижного состава должны работать на этих потоках, какие машины. Но мы можем написать там что-то неопланы, или мы реально должны подходить. 400 тысяч стоит эта городская машина, самая дешевая, это городская машина среднего класса. Это самая, 399 тысяч, вот недавно прасек, это самая-самая дешевенькая машина. Вы прекрасно меня знаете, вот здесь были ваши коллеги, я думаю, с разных процентной ставки, вы прекрасно знаете. И во-вторых, другое, вот можете сказать по Виннице, по Львову, но когда убираешь, надо предлагать, что взамен. Мы можем убрать, допустим, там 12, а что мы предложим взамен? 55 трамваев. Вот, в Виннице трамваи. В Виннице были швейцарские, да? Да, из Тюриха. Из Тюриха трамваи, бэушные машины, которые, кстати, там есть в них проблемы большие с этими трамваями. Они могли, допустим, взять Украина, ЗАС в это направление, убрать подвижной состав маленькой вместимости, поставить туда трамвая. Что у нас по троллейбусам? В этом году в Министерстве инфраструктуры очень интересный проект. Проект составляет в том, что 50% платит местный бюджет, 50% государственный бюджет. Мы задекларировали, наше руководство города, 10 машин в 2013 году и 10 машин в 2014 году. Но это только проект. Он еще не принят на уровне государства. Там льготное финансирование. Процентная ставка 12% под 7 лет. Супер, интересно. Если заработает, мы можем в 2013 году приобрести 10 машин. У нас, вы знаете, сейчас полтора километра на 5 миллионов рассчитана новая троллейбусная линия Масаны. Прокладка по 50 лет в ЛТС. Если удастся, мы можем Масаны поставить новые машины. Но опять же, что мы можем предложить? Если у кого-то есть интересное предложение о платформе инвестиций, пожалуйста, давайте рассматриваем. Но пока с нашим подвижным составом что-то строить, глобальные какие-то схемы. 20, тут Олег Антошевич сейчас скажет. Больше 20 лет это 80% подвижного состава. А троллейбус, поверьте мне, вот сейчас они зиму походили. В каком виде вы видите, три смены работает ПАК. Имеется в виду обслуживание, техническое обслуживание, покраска. Проблем очень много. Я не говорю, что от нас ничего там вот такое, там написал картину, плакать хочется. Желание есть. Абсолютно, как сказать, ситуацию странно. Задачи поставлены. Конкретно, собственно говоря, и голова поставила, заступник головы поставил. Такую нам задачу в ближайшее время из этой ситуации выйти. Желание есть. Как у городского совета, так и у перевозчиков справить ситуацию на лучшее. Вот в двух словах та картина, которую, в принципе, вы ее знали. Я просто более обрисовал это из доходчивой формы. Спасибо большое. Я хочу передать.